Всем привет! Это канал Silhouette Макет и с вами я, Настя. И сегодня я расскажу вам о третьей платной версии программы Silhouette Studio, а именно о Business Edition. В этом видео я коротко пробегусь по всем инструментам программы, которые добавляются после покупки и установки этого апгрейда. Итак, приступим! И первое отличие, которое мы можем заметить после открытия бизнес-версии, это появление сверху и справа линеек, которые мы можем включить и отключить в разделе настройка сетки. О преимуществах и возможностях каждого инструмента я буду рассказывать более подробно в следующих видео, которые для вашего удобства помещу в отдельный плейлист, посвященный версии бизнес. Ну а сейчас вернемся к нашему краткому обзору интерфейса и посмотрим, какие кнопки по сравнению со стандартной версией появились в Business Edition. В верхней панели инструментов появилась кнопка «Многоуровневая отмена», при помощи которой мы можем вернуться на определенный этап нашей работы, выбрав его из открывающегося списка в правом верхнем углу. На панели слева появляются три дополнительные кнопки. Это лассо для выделения объектов, пипетка для передачи свойств фигуры выбранному объекту, а также большой набор уже готовых фигур, которые можно использовать не только как готовые объекты, но и при помощи их умелой компоновки создавать абсолютно новые изображения. Также в инструменте «Нож» добавляются такие варианты реза, как треугольный, зубчатый, квадратный, ласточкин хвост, волнистый и зигзагообразный в двух вариантах. Теперь перейдем к панели справа. Здесь, помимо линейок, о которых мы уже упомянули, в разделе «Настройка сетки» добавляется еще и кнопка «Перекрестие». Раздел «Заливка цветом» остается без изменений. А вот в разделе «Стиль линий» появляется окно «Линейные шаблоны» с различными вариантами линий и настройками к ним. В окне «Трассировка» добавляются два новых варианта трассирования. Это трассировка по цвету и магнитная трассировка. Далее, в разделе «Эффекты изображения» появляется возможность создания тени к объекту. При открытии следующей панели «Стиль текста» добавляется кнопка «Глифы», после нажатия которой появляется список возможных глифов для выбранного шрифта. Также в бизнес-версии мы можем создавать свои шрифты при помощи панели «Создание шрифта». А в разделе «Трансформировать» мы сможем преобразовать объект при помощи добавленного инструмента «Искривление». В «Бизнес-эдишн» появляется возможность создания паззлов при помощи инструментов из одноименного раздела, в котором мы можем изменить макет паззла, меняя при этом количество рядов и столбцов, а также его настройки. Далее, в панели инструментов с правой стороны добавляется кнопка «Компоновка» с настройками границ, отступов и вращения при размещении объектов на коврике. Раздел «Эскиз» пополняется дополнительными эффектами заливки, а также обзаводится разнообразными краевыми эффектами. Еще одно окно, которое можно открыть в этой версии, это окно «Стразы» с различными вариантами эффектов и размеров «Страз», а также интервалов между ними. Также в «Бизнес-версии» добавляются расширенные функции работы со «Стразами» со своей библиотекой «Страз». Нажав на стрелочку внизу панели, перед нами откроется вкладка с дополнительными инструментами, один из которых дает нам возможность работать со слоями во время создания макета, с последующей возможностью резки по слоям через меню «Отправить». Также в этой вкладке находится окно «Деформация» с тремя разделами. В первом разделе мы можем самостоятельно настроить деформацию объекта, во втором воспользоваться для этого уже готовыми шаблонами, а в третьем использовать возможности конической деформации выделенных фигур. Еще две кнопки, которые находятся в этом разделе, после нажатия предоставляют нам доступ к настройкам линий очистки, а также к мультимедийным настройкам макета, представленных четырьмя разделами, а именно «Настройка страницы», «Копирование», «Компоновка» и «Фрагментация». Ну и еще один бонус, который мы получаем в Business Edition – это дополнительные форматы файлов, которые можно открыть в программе Silhouette Studio для дальнейшей их обработки, а также дополнительные форматы для сохранения уже готовых макетов. Сравнение возможностей импорта и экспорта файлов в различных версиях программы вы сможете посмотреть, перейдя по ссылке в правом верхнем углу экрана или в описании под видео. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк, не забывайте подписываться на наш канал и до встречи в следующих видео! Субтитры создавал DimaTorzok